История в лицах – это цикл портретов выдающихся людей, святых, писателей, поэтов, деятелей культуры и науки. Работы Александра Лубенко впечатляют своей величиной и многогранностью. Художник играет со светом и цветом. Изображенные живописцем люди выглядят как живые. Вы посмотрите, как вибрирует свет сквозь поверхность рисунка. Вот здесь у нас святой благоверный Александр Невский на фоне соборов. Но мы можем говорить о неких содержаниях, но вот это именно художественное исполнение, вот этот свет, который идет через святых русских людей, через эту целую галерею, он просвечивается везде. Масло, акрил и уголь – основные помощники московского художника. На выставке он представил 30 живописных работ и 22 графические. За плечами каждого великого писателя на портрете – иллюстрации к его известным произведениям или отрывки из его жизни. Жизнь автора – это же не только его фотография, это его прежде всего творчество. И вот здесь чем работа интересна, что здесь мы получаем некий такой символ, что ли, знак, картину как знак, где вместе сплавились в одно целое и образ самого автора и его произведения. Художник Александр Лубенко сначала изучает архивы и только потом создает собирательные образы на полотне. Есть картина, которая будет особенно интересна риотовскому ценителю искусства. Здесь представлены две работы – святителя Тихона и Троицкий храм. Их просто должны запомнить. Почему? Потому что это и человек, который действительно святой, который к риотову имеет отношение, он здесь приезжал во времена гонений революционных, здесь святитель Тихон. Выставка будет интересна как взрослым, так и школьникам. Кроме этого, для тех, кто хочет познать азы живописи, автор работ может дать мастер-класс. Александр Васильевич вместе с супругой – они основатели клуба «Иннеско-сфера» на улице Столеваров, буквально рядом с нами. И в этом клубе у них огромное количество крошков, в том числе Александр Васильевич там преподает живопись. И вот детей он учит видеть мир не в одном направлении, а в комплексе. Экспозиция будет открыта до 9 марта. Вход платный, но билеты недорогие – всего от 60 до 100 рублей.